Традиционный декабрьский брифинг представителей правоохранительных и надзорных ведомств в этом году прошел на площадке ГТРК. От своих предшественников не отличается практически ничем. День сурка для прессы. Общаться с журналистами снова пришли начальники и замначальники отделов. А мы здесь причем общий смысл большинства ответов, говорящий о компетентности ряда спикеров. Какое количество дел по факту воспрепятствия предпринимательской деятельности у нас в Девятовском городе было возбуждено? Сколько дел в данной категории рассмотрено и направлено в суд, и с каким результатом? Ну и как бы у вас объяснили тот факт, что регион у вас находится в лидерах по давлению на бизнес, а количество дел по этой статье реально мало. Но сегодня у нас уже заявлена была тема фактористой коррупции. Безусловно, давление на бизнес может иметь коррупционный характер в какой-то мере. Если такие факты есть, то, соответственно, должны проверяться правоохранительными органами. Но в целом воспрепятствия предпринимательской деятельности только при определенных условиях может быть отнесено к коррупционным преступлениям. В текущем году коррупционных преступлений такой категории, я, если честно говоря, не припомню, что такие были. Именно коррупционный характер носившихся. А в остальной части, если такая статистика нужна, можно будет дополнительно обратиться к нам, к нашей прислужбе. Мы, соответственно, только если вам интересно, мы подберем такие статистики и отдельные документы. Один из прозвучавших вопросов касался дела в отношении профессора Александра Малько. Решение по возбуждению уголовных дел принимает следственные органы. Соответственно, если такое решение было отменено, то, безусловно, с этим вопросом мы разберемся поподробнее. И по результатам, если к каким-то уволям придем, мы эти результаты до СМИ доведем. А на основании чего был уволен, как сообщили в средствах массовой информации, заместитель прокурора Кировского района, который якобы мешал строительству предуниверсалия. Об этом заявлял, писал в СМИ и сообщался о том, что он уволен. Так ли это и на каком основании, может быть, там действительно коррупционная, раз наша тема такая, как бы там были такие намеки на это. Можете ли нам что-то по этому поводу сказать? Залneaенная информация, комментирую, потому что наше разделение, которое представляет, в принципе, về вопросами противодействия коррупции среди работников прокуратуры. Занимаются нас здесь полномоченные лица, специальные, которые занимаются именно вопросами собственной безопасности и противодействия коррупции в органах прокуратуры. Поэтому информацию вот эту я не могу прокомментировать. и в том числе в том, что касается наличия каких-то коррупционных признаков. Поэтому, если вы считаете, что такой вопрос необходимо осветить, тоже прошу его, при адресу его нашей пресс-службе, она, соответственно, на этот вопрос может быть более комиссионный ответ. Будет ли прокуратурой проводиться проверка финансово-хозяйственной деятельности юридической академии, ну, либо инициироваться проведение проверки? СМИ ранее писали об аренде на невыгодных условиях здания под размещение юридического колледжа. И использование в коммерческих целях вузовского корабля. Ну, новое руководство академии фактически признало, что условия соглашения с предпринимателем Андреем Алешиным для вуза невыгодны, соглашения неправомощные должны быть расслаблены. В органы прокуратуры проводят проверки исполнения законодательства того или иного, соответственно, сигналам по заявлениям, обращениям и так далее. Если, соответственно, такое обращение сейчас поступит от Академии прав, то, безусловно, прокуратура его рассмотрит, проведут соответствующие проверочные мероприятия при наличии оснований, как и меры прокурорства реагирования и так далее в рамках предложенных компетенций. Поэтому, скажем так, более подробно сказать о том, будет ли в этой ситуации разбираться на основании поступивших обращений или информации, допустим, в том числе от СМИ конкретно, мы такие проверки можем провести? Ну, публикации в СМИ же были однократные. Соответственно, сейчас, вам интересно, чем эти проверки закончились? Да, они проводились вообще. Более подробно опять же обращайтесь, я вам покомментирую более подробно. Или, соответственно, мы поднимем наши материалы, посмотрим, какие. Если проверки проводились по публикациям официально, поднимем, посмотрим, разберемся, конечно. В ступор участников брифинга поставил вопрос о еще одной громкой истории. Дело в отношении бывшего соучредителя ТОРОСа Славата Махеддинова в частности указывался факт требований прокурорскими работниками денежных средств в размере 50 миллионов рублей с директора общества Игоря Седова. Скажите, проводилась ли по данному факту процессуальная проверка и кем, если проводилась, каковы ее результаты, и есть ли на данный момент окончательное процессуальное решение которое прокуратура признала на код. Можно утащить вопрос? В какой сумме идет речь? Кому? 50 миллионов рублей. 50 миллионов рублей? Кому? Вопросы работники. Ну, вы знаете, я даже не могу не то, что ответить, я даже никак не могу подкометелить вашу вопрос. Потому что вот ту информацию, которую вы сейчас огласили, в своем вопросе, да, она для меня является совершенно неожиданной. Я о таких фактах не знаю просто-напросто. И ничего не могу сказать. Я не понимаю источник вашей информации, откуда вы такие вот вопросы писали. Описали где, как если есть официальный запрос, вы направляете его или в органы прокуратуры, или в следственные органы. Соответственно, по вот этой конкретной ситуации, если у вас какая-то информация есть, что кто-то где-то кому-то какие-то денежные средства передавал, обращайтесь. Опять же, в рамках нашей контекции, а следственные органы правда своей компетенции. Это вопрос рассмотрит. 50 миллионов рублей сотрудников прокуратуры, может, немножко некорректно, я извиняюсь, был сформулирован вопрос в том плане, что еще, скажем так, в прошлом году нашим отделом проводилась профессиональная проверка, где, значит, ну косвенно там был замешан один сотрудник прокуратуры, который, кстати, не выдвигал никаких прямых требований о передаче здесь же срез кому-либо, а как бы являлся просто, ну скажем так, посредникам, участникам возможного мирового соглашения между определенными субъектами этой деятельности, ну, как бы, во всяком случае, представление у себя так. Ну, вы знаете, бывший сотрудник прокуратуры, уже подчеркиваю, надо сказать, что мы провели тщательнейшую полициональную проверку, вот там, кстати, фигурировал сумму, да, что там определённо, но там не 50 миллионов, а значительно более крупную сумму долговых обязательств, мы провели тогда профессиональную проверку, мы тщательно исследовали все имеющиеся доказательства, в том числе и объяснения от всех получили, мы проанализировали всю ситуацию, и в конце концов там было выяснено поставляем об отказе от возбуждения уголовного дела. Ну, это старая профессиональная проверка, я думаю, что неправильно понял вас, если вы этот факт не любите, а других фактов никаких не было, ну, это вы сами сейчас говорите, да, вот, а других фактов никаких не было у нас, как бы, что кто-то, с кого-то требовал, какие-либо суммы, заключение каких-либо вопросов, касающихся ситуации с этим предприятием. После такого информативного общения логичен вопрос, зачем устраивать подобную показуху. Как объяснить, что на них традиционно отсутствуют первые лица ведутся? Не означает ли это, что такие клифинги, ну, скорее просто от отчетности у нас проводятся? Ну, там у нас появится вопрос? Все представители. Ну, мне даже на всякое компетенция. Все лица, которые сидят здесь в подъезде, мы отвечаем на все ваши вопросы, я могу сказать, что полностью компетентны. В том числе, это приобретение на все поставленные вопросы. Разумеется, со своей стороны, это, конечно, для такой статистической отчетности нам неинтересно, не важно. Важное уже сегодняшнее выступление начало с того, что сегодня мы собрались здесь все по поводу, по определенному. Каждый год, как вы сказали, действительно, у нас день предприятия калашу, мы доводим до сведения общественности, до сведения СМИ результаты нашей работы, включая на наши вопросы, и какой здесь, скажем так, формализм здесь не имеется. Таким образом, в таком формате было принято решение организовать это мероприятие, соответственно, в этом формате мы его и проводим. У руководителей ведомства наших, они тут точно так же активно взаимодействуют со СМИ, общаются, отвечают на вопросы и так далее. Вот такой формат нашего руководства было принято за основу, и я считаю, что мы на ваши вопросы были готовы отвечать. Как по скриптам, вопрос о проверке фактов, озвученных бывшим сити-менеджером Алексеем Прокопенко. В нескольких посланиях президенту Владимиру Путину он сообщил о возможной личной заинтересованности экс-прокурора области Владимира Степанова в его уголовном преследовании и бездействии действующего прокурора региона Сергея Филипенко, который вопреки установленной практике, получается, игнорирует обращения граждан. Следующая мероприятие у нас сейчас посвящено прокурористу коррупции, а вот этот вопрос, он не совсем следующий тематический предназначение, если вам напоминает, да, да, если, соответственно, есть интерес о том, как это все рассматривалось и поступало ли это обращение в органы прокуратуры и как-то оно рассматривалось. Вы формулируете, когда вы свои журналистские запросы и в органы прокуратуры у нас не будут рассмотрены и с молододием по полной темы.